Прозрачным утром Прозрачным утром Мы будем вместе листать сначала Старый календарь Огни большого города горят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Лен, ну что опять случилось? С работой что-то? Режиссер отругал Ну это неудивительно, ты так не расстраивайся Роль-то сложная Лиз, при чем тут роль? Ну а что тогда? Ну хорошо, ну что с Русланом? У вас же вроде бы так хорошо все было Вон это его, Майя, мужу своему сына родила Родила? Ну? Только не мужу, а Руслану Вот это поворот Подожди, подожди, а с чего они вдруг там уверены, что это именно ребенок Руслана? Мелкий, так они чего? Как там понять? Они же все друг на друга похожи Лиза, потому что он только сказал, что это моя копия Ты бы увидела радости полной штаны Удовольный такой папаша Да Ну это вообще, конечно, в твои планы не входило, я помню Ничего себе Лиза, вы на площадке все поздравлять начали Мне хоть вешайся, топись Хорошо, хоть играли сцену в расставании с любимым В настроение мне попадать не пришлось Ну, тебе-то да А вот Руслану, я думаю, трудно было собраться Такую сбушку от режиссера получил Там слезу пустить надо вам Такая дурацкая улыбка на лице Слушай, нет, на самом деле Ведь поздно Майя, она все равно уже замужем Муж ее очень любит А если любит, то обязательно простит Поэтому Лиза, я поняла, что ее брак только на том и держался Что она хотела, чтобы у ребенка был отец нормальный Да Ну, тогда есть возможность, что она вернется к Руслану Лиза, так она уже вернулась Ребенка в охапку и к Руслану Вот это капец Ну, скажи ты мне, дорогая ты моя Ну, когда мы с тобой наконец в ЗАГС пойдем, а? А то ты все откладываешь А для меня любая минута промедления, да как серпом по сердцу Степан, ну, понимаешь, дело в том, что не каждый день подходит Ну, ну, какая разница, какой день-то, а? Главное ведь, что люди любят друг друга Да, но нет, подожди Нет, я с тобой не согласна У нас в Италии есть такая примета Когда выходишь замуж, обязательно нужно, чтобы луна росла Ага Понимаешь? Это важно И нужно, чтобы был соответствующий знак зодиака Понял Вот А я тогда у Бабарихи, ну, у тетушки, у своей, у Мелитины спрошу Знаешь, она у меня по гороскопам очень крупный специалист Да ты что? Ну Ну, так спроси Давай Еще, знаешь, важно, чтобы, чтобы совпадало по церковному календарю, понимаешь? Ага Чтобы был благоприятный день, ты понимаешь? Понимаю Я же один раз замуж выхожу Так я ведь тоже один раз и на всю жизнь Ай Анрюшка, как же я счастлива, что все наши беды уже позади Что вы, наконец, все дома, вместе Знаешь, я только сейчас понял, какое это счастье, когда в семье все хорошо Привет, родители Привет Привет Ты кушать будешь? Буду Мамед звонил, сказал, в гости заедет, меня хочет навестить Ну, чего? Чего вы зависли-то? Я не знаю, радоваться мне или нет С одной стороны, мамед столько для меня сделал, а с другой стороны, пап, я же вижу, тебя напрягают эти визиты Да ничего подобного, что ты выдумываешь? Он твой родной отец, все в порядке Пап, ну я не слепой, я вижу, ты расстроился Надо было сказать, что я не смогу, не получится Ни в коем случае не отказывайся Он так счастлив, что вы нашлись, потом навестить сына это святое дело Теперь я поговорю Ты это специально? Нет, нечаянно. А целыми днями из комнаты не выходишь, ты тоже нечаянно? Я здесь живу. Сколько хочу, столько не выхожу. Я знаю, чего ты добиваешься. Ты хочешь, чтобы Коль от меня ушел? Ну, если ему от тебя только постель нужна, то, конечно, скоро уйдет. Одним этим, значит, мужика не удержишь. Света, не надо разрушать мою любовь. Ой, мам, ну если ваша любовь такие мелочи не преодолеет, то что же это за любовь такая? Ты сначала своей обзаведись, а потом рассуждай. И вообще, в Библии сказано, почитай отца и мать. А ты знаешь, что там так же сказано, не прелюбодействуй. Так что не надо меня отсылать к заповедям, если сама их не соблюдаешь. И вообще, чтобы получить мое уважение, его нужно сначала заслужить. Доченька, я тебя родила. Ты хотя бы за это одно должна меня уважать. Я стараюсь, только не получается. А вот плохо стараешься. Значит так, Коля сегодня придет с работы... Даже не думай, что я буду снова гулять, когда он приспичит. Это не мои проблемы, что вам уединиться негде. Вот хорошо. Давай, садись, чайку попьем. Не хочу. А ты заставляй себя, а то совсем засохнешь. Мужики уходят, но жизнь на этом не кончается. А мне кажется, что кончилось. Да. Как будто воздух выкачали. Давай, садись. Я это знаю по собственному опыту. Давай, поверь мне. Сахарку дать? Ой, порой. Какая же я дура, а? Ты прости меня, доченька. За скандалы эти глупые. За злобу мою. Мелитина Петровна, ну чего вы? Какая злоба? Сама не подарок. Он дерзкая, высокомерная. Тоже вам немало пришлось от меня вытерпеть. Мне так стыдно за сына своего. А, ну чего стыдно? Что он так обошелся с тобой. Вы-то тут при чем? Ну как? Знаешь, я неправильно его воспитала. Моя ошибка. Нет. Это неверность моя ко мне бумерангом вернулась. Ну что ты? Ну погуляла. Ну с кем не бывает. Но ты же нашла в себе силы. Вернулась в семью. А он? Негодяй. Такое понатворил. Ты мучаешься. Макс мучается. Что наделал, а? Ну ничего. Ничего. Мы все выдержим. Мы прорвемся. И все у нас будет хорошо. А? Вырастил на свою голову. Другие дочери только спят и видят, чтобы у их матери личная жизнь сложилась. А ты мне палки в колеса вставляешь. А я не хочу, чтобы у тебя была такая личная жизнь, за которую мне краснеть приходится. А что я такого делаю? Ну что? Куча семьи распадается. Не умеет своему счастью беречь. А ты знаешь, где тонко, там и рвется. Смотри, чтобы у тебя только не порвалось. Потому что ваши отношения с такой тоненькой паутиной сплетены, что их любой ветерочек развеет. Да? Значит, ты на стороне Бабариха и этих теток-неудачниц, которые забыли, что такое секс. Зато они не забыли, что такое совесть, в отличие от тебя. И считают, что никакого секса без любви быть не может. А я что же считаю? Ну, ну говори. А тебе все равно, с кем спать. Главное, чтобы в штанах что-нибудь было. Не смей так с матерью разговаривать! Дрянь малолетняя! Вали на свои курсы! Мы с Колей все равно будем вместе! Слышишь? Наслушанность гадин соседских! А это что за соревнования? А это мы по карате бились между школами. Ну как, победил? Вот, первое место взял. Молодец! Я тоже в молодости занимался борьбой. Да? О, а это мы с родителями в кукольном театре. Я даже, в удивлении, рот открыл. У тебя очень выразительное лицо. Все эмоции на виду. Да, от этого и страдаю. Девушки сразу все по глазам просекают. Не обманешь. Вот я такой. Ай, ладно, ребята. Хорошо с вами. Но будет еще лучше, если мы чайку попьем, а? Пойду соображу. Да не стоит, Андрей. Андрюш, Андрюш. Подожди, Андрюш. Я с тобой пойду, помогу. Я свежий просто заварю и еще мята добавлю. Чтобы вкуснее было. Андрей, что, обиделся? Нет. Я вроде ничего бестакного не сказал. Да, все нормально. Вот, это я с Дениской, другом со своим на катке. Так ты еще фигурным катанием занимаешься? Занимался. Этот прыжок называется тройной тулуп. Да. Ну что ж, значит, с Русланом теперь только дружеские отношения, да? Надежда, на что ты больше рухнули? Ну, смирись, дорогая, смирись. Ты же сама хотела быть с ним хорошими друзьями, помнишь? Лиза, ты же понимаешь, что это только в начале. Нет, я тебя не понимаю. Потому что ты его подруга. И, между прочим, как хорошая подруга, должна радоваться его воссоединению с любимой. Разве нет? Лиз, ты что, злорадствую? Я злорадствую? Нет. Просто, дорогая моя, ты привыкла, что тебе всегда все очень просто достается. Главное, роль в фильме, да? Лучшего мальчика на курсе захапала. А тут вдруг раз, не подфартила случайно, и у нее сопли сразу до колен. Ничего, дорогая, знаешь, и на твоей улице не всегда будет праздник. Так что привыкай. Лиз! Ай, тварюга же ты! Сколько вкусненького всего набрал. Гости придут, девчонки? Нет, девчонка ко мне больше не ходит. Ну, не знаю. Я слышала, что одна хорошенькая артистка тебя посещает по ночам. Подруга моя, ну ты же знаешь нашу коммуналку. У нас бабариха одна. Всех поженит и никого не спросит. Ну, тогда куда тебе столько одному, м? Кормящей матери нужны витамины. Какой кормящей матери? Майя. А она теперь с тобой? Со мной. И наш сын с нами. Твой сын. Май! Май! Поговорить нужно. Ну, давай поговорим. Только я думаю, что это все равно ничего не изменит. А ты не грычись. Скажи мне, разве ты о жизни в коммуналке мечтала? Психо. И ты хотела совсем другого. Давай поможем. Это я головой хотела. Спасибо. А знаешь, как говорится, сердцу не прикажешь? Ну вот. Вот оно и победило голову. Зря ты головой не думаешь. Ответь мне. Сколько вам с Русланом вот прожить? Хорошо, повезло ему. Выпал шанс сняться в кино. Ну, согляет он эту роль. Ну, и что? Все, карьера закончилась. Перестань. Я верю в него. Он станет очень хорошим артистом. Да брось. Ну, сколько актеров куда более талантливых. Сыграли одну роль, а потом. А потом всю жизнь в нищете, в безызвестностях, от безысходности жен своих бьют. Ты такой жизни хочешь? Игорь, ты зря стараешься. Я сделала свой выбор. И на этот раз он окончательно. Майк, я ведь люблю тебя. Я никогда не попрекнул, что этот ребенок немой. Я буду воспитывать его как своего. Дам хорошее образование. Хорошее образование дам. Понимаешь? Маюша. Но ведь ты ко мне тоже испытывала чувства. Испытывала, но не такие. Прости, что я морочила тебе голову, но... Знаешь, иногда очень трудно разобраться в своих чувствах. Тебе трудно разобраться. А мне что делать? Похоронить мечту работ в Швейцарии? Май, мне жена нужна, чтобы выехать. Ясно? Да что ж ты кричишь-то? Я понимаю все. Я тебя окончательно понимаю. Да, вроде бросы отдельно, а такое сходство, даже странно. Ну, мне мама о тебе очень часто рассказывала. Всегда только хорошее. Я понимал, что могу гордиться тобой. Да вот только ты как-то называешь на «ты». Вот помню, ты как-то сказал отец, вот это обращение было куда приятнее. Прости. Просто мне нужно привыкнуть. Ты же понимаешь, Андрей тоже для меня навсегда останется отцом. Да, так уж сложилось. Может, чаю? Не откажусь. Пойду их потороплю. Ну как? Удается предкам кайф обламывать? Или еще равно? Да удается. Только все на нервах. Давид у тебя уставший. Сегодня мать как с цепи сорвалась. Пощечинам не влепила. Да у вас там настоящая война. Только я боюсь, что мы в этой войне продуем. Я хоть и поставила мать или ультиматум, либо я, либо твой папашка, но она-то знает, что мне идти некуда. Не бойся. Если надо будет уйти, я найду место и устрою. В крайнем случае друзей пропишу. Но только сейчас не время. Я сам сегодня ночью видел, как отец курил на лечественной клетке. Злой как черт. А ты думаешь, мне еще долго удастся больную изображать? Ну, Свет, потерпи пару дней, поприкидывайся. Дома знаешь, что творится? По-моему, скоро поубиваем друг друга. Я понимаю, тебе все это неприятно. Мне тоже неприятно. Но я обещаю компенсацию. Два билета на концерт в эти выходные. Группу выбираешь сама. Но я плохо знаю московские команды. Тогда я сам выберу. Обещаю сам улет. Ну, а теперь, Тимур, давай поговорим о наших с тобой невеселых делах. О каких делах? Расскажи подробно, кто эти ребята, которые тебе угрожали? Ну, они организаторы подпольных боев. А где ты с ними познакомился? В кафе. Подошли, спросили, не боксер ли я. Не знаю, как-то по движениям определили. Я сказал, что раньше занимался, но теперь бросил. Но они предложили участвовать в боях без правил. Я отказался сначала. Да, помню. Потом Любовь. Ну... Только это не Любовь. Скорее, Страсть. Я так хотел быть рядом с ней, что про всякую мораль забыл. Вот и попал в кабалу. А вот в прошлый раз ты говорил, что они отцепились от тебя. Конечно. Они решили, что я глубокий инвалид. Списали меня со счетов. Хотя я отработал все с лихвой. А сколько ты им сейчас должен? Сказали сорок тысяч. Плюс проценты. Значит, план такой. Я консультируюсь сегодня с одним человеком, а потом мы идем вместе к ним. Ну, ладно. Только давай не на панков каких-нибудь. Я, конечно, люблю музыку, но не сумасшедшую, а красивую, мелодичную. Я, знаешь, когда рисую, я часто музыку слушаю. Она меня вдохновляет на образ. Ты знаешь, я тоже без музыки жить не могу. Пара часов, и ломка начинается. Привет, молодежь. Света, ты разве сегодня не на курсах? А я сегодня решила прогулять. Ага. Вы знаете, все равно в голову ничего не лезет. Не выспалась вот снова. Не могу я привыкнуть, что у нас в комнате посторонние мужчины ночуют. Ну да, ну да, прости. Так случилось. А ты не смей ее матери выдавать. А то я тебе устрою веселую жизнь. Да, Макс, у меня сейчас и так жизнь веселее не придумаешь. Я с тобой поговорить пришел. Ну что ж, говори-ка и пришел. Давай отойдем. Ишь, ишь, как оно все это вкусно пахнет. Да. Что же это такое-то? Это будет баклажаны по-кубански. И, по-кубански, да. А, ну и аромат такой, прям слюнки текут-то. Ну, и что, и вот как ты их готовишь по-кубану? Ой, это очень просто. Режутся баклажаны кольцами, укладывается это все. Потом слоями все. Морковка, перец, лук кольцами. Тоже укладывается так. Помидора, да. Потом укроп, петрушечка. Это все еще черный перец сверху. И заливается это все растительным маслом. И в духовочку. И через час... А, пальчики оближешься. Вкусно, значит, да? Очень. Через час придешь, так и так, я тебе дам попробовать. Ага, слушай, Милитин, а может ты мне это, ну, и на свадьбу такое сварганишь-то? Я к тебе чего пришел-то, посоветоваться как раз по этому делу? Ну, ты гороскопами увлекаешься? Конечно. Вот, я и хочу узнать, когда самый благоприятный день для свадьбы. Не, я сам человек, конечно, не суеверный. А вот Кьяра моя, она, ну, понимаешь, увлекается она этими знаками. Молодец твоя итальянка. Они в Европе такие все продвинутые. Да. Вот поэтому и живут. Хорошо, что гороскопами пользуются. Не то, что как мои. Ну, ну, так да, ну, чего посоветуешь-то? Ну, что я тебе посоветую? Надо подумать. А то получится, как у моих, вот, Инга Николаевна. А-а-а. Да. Вот я им говорила, что надо выбирать очень серьезно. Месяц и день. Они не послушались. Женились в мае. Ну, и что женились? И мается всю жизнь. И разбежались. Да ладно тебе, ну, все ж таки 20 лет вместе прожили. Ну, и что, долгу-то? Все равно, все. А если бы выбирали денек, пойди бы и жили душа в душу. Вот, а то очень серьезно, к этому надо подходить. Ну, так вот, когда мне в ЗАГС-то идти? Сегодня полнолуние, да? Ну. Значит, ой, не помню я-то, знаешь, я должна посмотреть календарь. Да приходи через час. Я посмотрю и скажу тебе. День и месяц. Мельтин, я тебя только попрошу, ты как-то, ну, повнимательнее свой этот календарь смотри. Ну, все ж таки вопрос жизни и смерти решается-то. Конечно. Что я? Овощ какой-то, что ли? Ты присел. Чего говори? Я пришел объяснить тебе, почему я так с мамой поступил. Почему? Меня почему эти не устраиваются? Я не понимаю, никак вот люди могут жить так вместе столько лет, а потом взять и предать. Ты должен просто меня выслушать. Никому я ничего не должен. Ты пойми, я... я так и не смог ее простить. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, если ты не смог простить, чего ж ты от меня от прощения-то... Ну, подожди, Макс. Ты знаешь, ты меня извини, но мне пора переодеться в выступлении. Ты не ошиблись? Нет, спасибо большое. У вас все в порядке? Да, все в порядке. Какой у вас сын заботливый. Спасибо большое. Чертва разница в возрасте. Да ладно, не парься ты. Да, не парься. Мне и подруга говорила. Нельзя связываться с человеком, который настолько тебя моложе. И ничего хорошего в этих отношениях не выйдет. Глупости все. Тебе со мной хорошо? Хорошо. Ну, вот видишь, а подруга твоя просто завидует. Может быть, ты и прав. И нечего себе голову забивать всякой ерундой. Ладно, пошли. Магазин закроется. Пошли. В этом месте подпольные бои проходят. Ставки делают на тотализаторе. Один из организаторов, некий Семакин, лет 45, бывший чемпион по боям без правил. Знаешь, я слышал о нем, только вот не думал, что он в этот криминальный бизнес подастся. Парень-то вроде хороший был, порядочный. И другой, Геннадий Жуков, криминальный авторитет. А это молодой такой, лет 30. Да. Знаешь, это давно у нас на прицеле. Только вот никак, пока не можем мы его прижучить. втягивают в этот кровавый бизнес молодых ребят, подставляют, делают должниками и включают счетчик. А потом используют, пока не сделают негодными коллегами. Не волнуйся, Мамет, я выяснил, кто их крышует. И давно пора прижучить. Я тебе обещаю все сделать. Даже обещаю, что через день мы узнаем, даже в каких трусах они спать ложатся и с кем. Мамет, для тебя я всегда готов. Ты уж постарайся, Саш. Ты мне лучше про себя расскажи. Ведь сто лет не виделись с тобой, а? О, заходи. Подруга дней моих суровых. Ну, ты скажи, что ты там в своих талмудах-то прочитала? Когда мне лимузин и фраг готовить? Ой, ой. Все сверила. В ближайшие три дня надо подать заявление. А у нас же два месяца надо ждать. Ты же знаешь, заранее надо все сделать. Ага, три дня. Это, ну, значит, это когда, то есть? Самое удачное время, это будет 20 января. Это самое удачное для свадьбы. Понимаешь? Это шестые сутки лунные. О, самое хорошее время. Слушай, а есть там, ну, не дай бог, ну, позже тогда что? Нет, нет, нельзя. Позже пост православный. Ты же не пойдешь в разрез с этой, с традицией русской? Нет, я не пойду. Ты что, я не... Вот и оно. Так что, голубочек, тебе нужно будет завтра топать в ЗАГС. Завтра? Да. По мне, так лучше бы вообще не ходила ни 20-го, ни в какое другое время. Ой, Степ, не по душе она мне. Не по душе. Ай, зато мне меритин, она очень даже по душе. Вроде бы и с сыном общаюсь и помогаю ему в проблемах. Да вот какая-то стена чувствуется между нами. Холодина ко мне. Ты, наверное, не торопись. Должен какое-то время пройти. И он сам к тебе привыкнет, сам будет ближе. А если нет, ведь у Тимура есть отец, который его вырастил, сделал из него такого мужчину, бойца. А тут еще я. Мне кажется, Тимур не понимает, зачем я ему нужен. А ты этим вопросом не задавайся. Если считаешь, что сыну надо помочь словом или делом, помоги. Это готов. Так здорово, хорошо. Хочешь приехать, приезжай. Но в остальном не наша компетенция. Время все расставит на свои места. Да, но только здесь кое-что еще. Что еще? Эва – любовь всей моей жизни. Смотрю на нее и понимаю, что не могу забыть. Момент. Ты не имеешь права влазить в семью. Да, я тоже понимаю, что и Андрей молодец, и семья на загляденье остальным. И о таком союзе многие бы мечтали. Ты понимаешь, просто забудь. Влазить в семью нельзя. Ты знаешь, смотрю на них, когда они вместе. Сердце шимит. Кушай. Кушай, моя ласточка. Спасибо. А что сказала твоя тетя Малетина? Ага. Мне кажется, я не очень ей понравилась. Что ты? Что ты? Она от тебя в таком восторге. А тетушка сказала, что в ЗАГС нужно идти в ближайшие три дня. Ну, очень хорошее время. Все просчитала. Ага. А роспись тогда когда? А роспись через два месяца. Как через два? Ну, остается немного времени совсем. Нам надо подготовиться. Так понимаешь, потом очень долго вот этого, ну, хорошего времени ждать придется. Ну, Степан, дело в том, что два месяца чего-нибудь мало и нам нужно купить лимузин. Ага. Ну, не купить, а как это, напрокат. Да. Нам нужно найти платье и ресторан тоже, но я не знаю, мне кажется, это очень мало времени. Да ну что ты, успеем, все успеем. В интернете закажем. Понимаешь, я тебя так люблю. Да, я тебя тоже. Совсем уже не так. Ну, что ты там увидела? Старую развалину, которую бросил муж. Тогда кто я? Труп ходячий. Ну, вы-то как раз хорошо выглядите. Ой, ну что ты себя разглядываешь, когда целую неделю ты нормально не питаешься и не спишь, а? Идем поешь, сразу цвет лица улучшится, кожа станет упругой. Вот тогда и разглядывай себя в зеркало с удовольствием. Что-то не хочется, Мелитина Петровна. Ну, ты совсем расклеилась, девочка моя, а? Прозрачная стала. Ну, сердце надломилось, но все равно надо держаться, Ингочка. Сил нет. Да и желание тоже. А ты через силу. О здоровье своем надо беспокоиться. Колька бросил, а другому приглянешься. Вот для него надо и стараться. Я уже стол накрыла. Идем, дочь. Ну, о, слава богу, лимузин выбрали розовый. Как ты и хотела. Да, спасибо. Теперь приступаем к самому интересному. Платье. Месты. Подожди, Степан. Дело в том, что платье – это такая вещь, которая предполагает личный контакт. Ага. Понимаешь? Ну, то есть там есть всякие рюшечки, вставочки, которые, ну, могут просто не подойти. Его надо на тело примерить, понимаешь? Понял, понял, что ты все понял. Завтра поедем в самый лучший свадебный салон Москвы. Что ты? Платье у тебя будет самое шикарное. Ну, можно и не самый лучший, потому что это ведь очень дорого. Киара, ну, деньги-то у меня есть. А мне для тебя ничего не жалко. Дюрюгая моя. О, Степан, не перегрязнивайся. Ладно, ладно, давай, давай будем выбирать ресторан. О, ресторан. Так. О! О! Ну, что, видел ты Майю? Она всегда в одном парке гуляет. Да-да, конечно, видел, а как же. Понятно. Значит, не уговорил ее вернуться домой. Да я к ней и так, и эдак уже подъезжал. Упертая, как ослица. Да. Майя у меня с детства такая. Ее легче обмануть, чем уговорить. Да, жалко, только я обмануть не умею. Хотя я уже на это готов. Ведь если она ко мне не вернется, карьере конец. Ты не волнуйся. Это у нее послеродовое. Беременные мозги, так период называется. Такое часто бывает. Еще, ну, не успела отойти. Понимаешь? Да нет, не похоже. Она вполне логично рассуждает. Просто, мне кажется, она меня никогда не любила, так как этого Руслана. Так выгодно вышла замуж за молодого, перспективного. А потом поняла, что чувство для нее важнее. А нет, Игорь. Я считаю, что у тебя есть возможность ее вернуть. Ну, ты сравни, вот сравни себя и Руслана. Ты надежный, умный. Действительно перспективный мужчина. А этот Руслан, студент какой-то. Каких сотни. Да, но только она его любит, а меня нет. А, любовь. Любит, не любит. Это... А быт, неустроенный быт, он любые чувства гасит. А Майя это скоро поймет. Послушайте, а вы действительно верите в то, что говорите? Или так просто меня успокаиваете? А сами на чудо надеетесь? Ну... 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 Посмотри, что я купил. Сейчас тихо спит. Кроватка. Смотри, какие кроватки сейчас начали делать. Не то, что у нас с тобой были. Да. Так оформят, что потом и вылезать не захочет. А тут, даже когда вылезет. Я еще взял одеяльца, пеленки, распашонки. Мне написал самого маленького размера. Все будет как раз. Так. И вот. Ванночка. Ну что? Куда кроватку ставить будем? А давай рядом с окном. Там свет будет. Не-не-не-не. Ты что? Там дуть будет. Так-так-так. Давай туда иду. Угу. Жизнь, мы с тобой прям как настоящая семья. Да мы и есть с тобой самая настоящая семья. Ой, как на роду мне понять, что мой сын гад последний, а? И все равно я на бабье стороне. А ведь Колькин отец меня тоже бросил. С сыном на руках осталось. С маленьким. Ох, охлебнуло я горя. Ну, вас-то муж бросил, у вас еще сыночек маленький был. А Макс, ничего. Взрослый уже сам зарабатывает. Предательство, предательство мое останется. И не важно, сколько ребенку лет. Мужа я своего до сих пор не простила. И не прощу никогда. Знать не хочу этого кобеля. И Кольку тоже. Слушайте, Метина Петровна, я вот не пойму, вы Колю к Любочке приваживали, а Аллочку поклинаете. Я не пойму, а в чем разница-то? Да никакой разницы. Возьмите, понимаешь. Дуру потому, что была. Ой, хоть поняла, на какую глупость я Кольку отстрекала. А? Вот тоже мне. Вот правда говорят, если Бог хочет наказать, Он ум отнимает. Прости меня. Прости, пожалуйста. Ну ладно, ну хватит уже себя ругать. Ой, все-таки сын мой тряпка. А ты сильная. А он размазня. Я еще говорила, что невестка у меня плохая. Господи. Да это он тебя не достоин. Ну что, шоппинг понравился? Очень. Ну только зачем было выбирать такие дорогие магазины? Потому что мой мужчина должен мне соответствовать. Ну кое в чем мне тебе все равно никогда. Это в чем же? Ты знаешь. Нет. Ты непревзойденная любовница. А? А что, я только в постели хрежу? Ты всегда прекрасна. Но в любви тебе нет равных. Говори еще. Я ж вижу, как Майя трепетно относится к Руслану. Ко мне она так никогда не относилась. А вы, Зинаида Алексеевна, обо всем мы об этом знали и давно наблюдали все эти отношения. Ну что ты, Игорь, а что? Я, по-твоему, дура? Не могу в ситуации разобраться. Нет, в ситуации вы, конечно, можете разобраться. Но просто вы хотели ее переломить. Да не получилось. И то, что ребенок немой. Вы тоже об этом знали. Игорь. Да вы просто делаете из меня идиота уже. Игорь, да что, ты что, ты что такое говоришь? Я же ничего не знала, честное слово. И что, чувства у них с Русланом настолько сильные, я не догадывалась. И что ребенок от Руслана? Я, я только, ну вот, вместе с тобой узнала. Зинаи Алексеевна. Простите меня, пожалуйста, за эти дурацкие подозрения. Я, на самом деле, не знаю, что делать. Я впервые в жизни в такой безвыходной ситуации. Ничего. Ты знаешь, мы что-то, мы, мы что-то придумаем. Я все равно всегда на твоей стороне. Да. И что ты всегда можешь на меня надеяться. Спасибо, Зинаи Алексеевна. Неделю назад я и мечтать не мог о таком счастье. Я думал, что я все потерял, а тут так резко все обрело. И тебя, и сына. Да, для меня это тоже все очень неожиданно. Но знаешь, зато у меня появилось теперь чувство, что все так, как и должно быть. Да. Давай назовем ребенка в честь моего погибшего отца. Мы назовем его так, как ты захочешь. Все эти годы я казню себя за это. На месте моей матери я бы вас тоже не простила. По-моему, ты боишься чего-то. Может быть, тех чувств, которые у тебя еще остались? Боюсь. Потому что ничего хорошего они нам с тобой не принесут. Он твой отец. Относись к нему хотя бы с уважением. Его любит другая женщина, он любит другую женщину. Пусть и довольствуйся этой любовью. Взамен моего уважения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор Α.Кулакова Продолжение следует...